Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы заберем кусочек урока Фильденкрайза, который позволит вам улучшить ваши возможности в переходе из положения лежа на спине в положение на бок и потом сидя, а также позволит вам почувствовать, насколько хорошо вы управляете прямыми мышцами живота и косыми мышцами живота. Это упражнение будет очень эффективным не только для улучшения тонуса этих мышц. Прежде всего, у него будет очень хороший эффект на внутренние органы, потому что в этом упражнении у нас будут движения, когда мы будем сокращать мышцы с одной стороны. Обратите внимание, насколько будет меняться положение внутренних органов с одной, и при этом раскрываться другая сторона. И потом будет происходить скручивание, когда мы по диагональной плоскости будем сокращать свои мышцы и таким образом то сжимать, то растягивать расположение наших внутренних органов. Наши внутренние органы соединены со связками, и одни из ведущих линий – это косые линии и прямые линии расположения внутренних органов. От того, насколько хорошо они расположены, насколько они подвижны, зависит и их функциональная возможность работы. Выполняя это упражнение, обратите внимание, чтобы вы не форсировали движения. Делайте их с легкостью, делайте с комфортом. Если пока что-то не получается, остановитесь на предыдущем шаге, не выполняя упражнение с начала до конца. Для выполнения упражнения ложимся на спину. Не спеша делаем более глубокий ток выдох. Почувствуйте, как сейчас тело соприкасается с полом. Попробуйте сразу почувствовать отпечаток сырого тела. Сравните правую и левую половину. И теперь для первого движения мы сгибаем ноги в коленях, разводим колени в сторону, стопы соприкасаются. В этом положении мы на выдохе сокращаем мышцы тазового дна, прижимая поясницу к полу. Удерживаем это положение. И пробуем медленно собрать колени вместе, плавно. И плавно-плавно развести в стороны. Наблюдая за тем, что это движение комфортное и легкое. Расслабиться. Еще разочек. Тазовое дно, поперечная мышца мы обязательно прижимаем поясницу. И только после этого мы начинаем движение. И последний раз. Очень хорошо. Удерживаем поясницу прижаткой, переплетаем пальцы рук и разводим локти в сторону. Наша задача опустить руки назад. Мы медленно, не спеша, уводим руки назад. И чувствуем, что чем больше разведены локти, тем более ощутимо движение локтей вниз, в сторону таза. И ощущение работы грудной клетки. И назад. И еще разочек. Почувствуйте, как лопатки стальзят вниз, приближаются к позвоночнику. И выполняем последний раз. И теперь наша задача чуть-чуть приподнять ноги над полом. Попробуйте сделать это вначале самостоятельно, несмотря как я это делаю. И теперь попробуйте ощутить, что когда мы прижмем поясницу, лобковую кость направим на себя, то мы легко можем оторвать стопы. То есть это движение возможно при условии, оно безопасно, когда поясница обязательно прижата к полу. Почувствуйте, что как только мы провернули таз, лобковую кость удержали, удержали поперечную мышцу, мы легко можем оторвать стопы. И теперь пробуем это движение выполнить вместе с руками. Обратите внимание, мы прижали поясницу и легкое движение собраться и синхронно отпустить. Попробуйте сделать так, чтобы руки и стопы вместе с затылком отрывались и опускались синхронно. Еще разочек. Тазовое дно, поперечная мышца. Прижали поясницу и легкое движение вперед и назад. Расслабиться. Расслабиться. Еще разочек. Вперед. Убедитесь, что стопы, затылок и кисти опускаются одновременно. И последний раз. На выдохе. Мягко. Вперед. Назад. Теперь нам надо попробовать дотянуться правым локтем до правого колена. Как это возможно? Мы можем прижать опять же поясницу и потянуться локтем и коленом навстречу друг другу. Возвращаемся. Пробуем в другую сторону. Обязательное условие, что мы прижимаем поясницу. Еще разочек. Выполните несколько раз и попробуйте почувствовать, а одинаково ли движение в одной боковой плоскости или в другой. Может быть, вам в другой боковой плоскости скручиваться гораздо труднее. Исследуйте это движение. Мягко. В одну сторону. И в другую. Почувствуйте, как вы управляете всем телом. Обратите внимание, что мы не поднимаем ноги высоко. Мы можем просто скользить по полу. И теперь попробуем действительно, как можно дотянуться локтем и коленом. Для этого нам надо скрутиться. Использование скольжения и скручивания. Мы мягко тянемся. И скользим. И слегка скручиваемся. Обратите внимание, что я практически перекатилась на боковую поверхность. И вернуться. И в другую сторону. И вернуться. Выполните несколько раз, наблюдая за тем, что это на самом деле физически не сложно. Важно почувствовать, что это движение связано не с удержанием мышц, а с скольжением и скручиванием. Мы скользим. И обратите внимание. И скручиваемся. И теперь попробуем выполнить это движение, когда два локтя и два колена могут скрутиться. Мы мягко скользим. И скручиваемся. И точно так же возвращаемся в исходное положение. Попробуем еще раз. Скользи и скручиваемся. И возвращаемся в исходное положение. Попробуем выполнить в другую сторону. Скользи и скручиваемся. И возвращаемся в исходное положение. Еще один раз. Скользи и скручиваемся. скручиваемся. Как же мы можем использовать это движение для того, чтобы изменить положение тела и попробовать повернуться на бок и сесть. Скручиваемся, скользим, верхняя нога скользит назад и мы мягко поднимаемся вверх. Отлично, точно так мы можем опускаться вниз. Опускаемся вниз, вот мы пришли в положение, где с которого мы начинали и мягко вернулись в положение на спине. То же самое попробуем сделать другую сторону. Направить навстречу друг другу и сесть. И еще опускаемся вниз, возвращаем ногу, мягко возвращаемся обратно. И еще один раз. Почувствуйте удовольствие, что тело очень легкое и комфортное, все движения мягкие и раскованные, не вызывающие больших усилий. И в другую сторону. Почувствуйте, насколько вы свободны в этих движениях, насколько в них много гармоничности и легкости. Выпрямляем ноги и сравниваем. Что изменилось от выполнения этого движения? Почувствуйте, насколько больше пространства появилось для внутренних органов, больше свободы, ощущения раскрытости. И понаблюдайте, как это повлияло на все тело целиком. Что изменилось в вашем отпечатке? Ощущения правой и левой половины тела. Сгибаем ногу, поворачиваемся на бок и садимся. Выполняя это упражнение регулярно, интегрируя его в повседневную вашу активность, вы не только улучшите внешнее состояние косых мышц, прямых мышц живота, но вы улучшите работу внутренних органов. Желаю успехов в освоении собственного тела.